Ну и сегодня раритетные машины советских марок 30-70-х годов прошлого века отправляются с Красной площади в 100-километровый пробег по самым знаковым историческим местам столицы. Зрители увидят самые яркие и знаменитые модели из отечественной истории. Ну давайте уже поменьше предыстории, побольше к делу расскажет обо всем мой коллега Александр Лансков. Саш, приветствую тебя. У меня как у жителя столицы главный, прости, вопрос. А какие улицы перекроют в связи с этим пробегом? И надолго ли? Приветствую тебя, Кадрия. Ну на самом деле организаторы обещают, что особо перекрывать никаких улиц для этого мероприятия не будут. Да и тем более, что всем нам известно, что в последнее время достаточно напряженная ситуация в связи с ремонтом и реконструкцией центральных улиц города. Вот поэтому на самом деле отдельные экипажи стартуют. Вот формула, собственно, этого соревнования такова, что отдельные экипажи стартуют со своим временем. Конечно, по времени итоговому и будет определяться победитель. Но каждый экипаж стартует примерно с интервалом друг от друга в несколько, ну вот в три минуты. Буквально недавно, вот пару минут назад стартовал, очень забавно, на автомобиле Виллис, это военный старый тягач, и в времен Великой Отечественной войны стартовал Владимир Вольфович Жириновский. Собственно, вот за рулем он был в этот момент. И очень забавный момент, что вся его свита, вот человек 20 в футболках ЛДПР сопровождали его бегом. Несмотря на то, что лидер партии решил, ну, скажем, притопить и дал газу здесь по Васильевскому спуску, то есть бежать, собственно, людям пришлось, ну, достаточно быстро, скажем так. Буквально пару минут назад это произошло. После чего, вот 200 метров проехав буквально по брусчатке, Жириновский вышел, уступил место профессиональному водителю-штурману. Ну, и дальше тот уже продолжил свой путь. Каждый экипаж получал конверт, запечатанный еще до стартов. И, собственно, после старта этот конверт вскрывался. В нем была маршрутная карта, где, собственно, сообщалось, какие контрольные точки должен посетить тот или иной экипаж. Это сделано тоже для того, чтобы разгрузить дороги столицы. То есть нет такой единой автоколонны ретро-автомобилей. Будут отдельно взяты экипажи. Так что пусть москвичи, жители и гости столицы не удивляются, если увидят, например, автомобиль Виллис 30-40-х годов производства где-то на дорогах. И людей, которые чего-то вот за рулем этой машины ищут в картах, пытаются разобраться в Москве, как проехать на ту или иную улицу, собственно, без навигатора. Ведь тогда еще даже не было прикуривателей. И сейчас эти автомобили все в абсолютно исходной форме, скажем так, находятся. Почетное право открывать эти старты досталось Константину Рокоссовскому. Это не однопамилец, полный тезка легендарного советского маршала. Это, собственно, его внук, который был назван в честь Константина Рокоссовского, дважды героя Советского Союза. И вот он вместе со своей дочерью сегодня опять так же на одном из военных джипов представляет, ну, в качестве штурмана, один из экипажей, которые стартовали в числе первых. Я предлагаю послушать то, что он нам рассказал буквально за несколько секунд до того, как стартовал его экипаж. Ну, это детство прошло в этом автомобиле. В общем, он у нас на даче был. Была такая рабочая лошадка, на ней ездили по хозяйству. На рыбалке ездили, на охоту ездили. В общем, вот дед сидел, я сейчас моя дочь сидит. ГУМ-ретро-ралли проводится в Москве уже третий год. На самом деле, мероприятие существует четвертый год уже. В Тверской области первый раз проводилось. И вот сегодня, для того, чтобы привлечь массовое внимание к этому мероприятию, организаторы постарались подобрать такой звездный состав, собственно, штурманов тех экипажей, которые стартуют сегодня на старых машинах в самом центре Москвы. Это и Алена Бабенко, и Рената Литвинова, Сергей Шакуров, другие актеры, знаменитые режиссеры, спортсмены, даже депутаты Государственной Думы. Вот они сидят все, машут людям, проезжая из автомобилей. Естественно, толпа это приветствует. И вот, ну, надо отметить все-таки, что здесь намного больше народу сегодня собралось. Несмотря на то, что, как правило, в выходные, дни, летом, конечно же, на Красной площади основное количество туристов. Сегодня рядом с ГУМом, где как раз проходят старты. Закончится все в 10 вечера, и тогда же будут известны имена и фамилии победителей. Кадрия. А какой приз их ждет? Приз пока организаторы также, ну, так как ГУМ является, собственно, главным организатором, еще несколько коммерческих компаний, они предоставят свои какие-то призы. Но ГУМ пока не озвучивает то, собственно, что ждет победителя. И это тоже станет сюрпризом для тех, кто выиграл. Саша, смотри, от тебя слева какая едет интересная штука. Это трехколесный мотоцикл. Эх, проехал, очень хотелось посмотреть на него. Но ты знаешь, очень в эти дни похожа столица нашей страны на столицу Кубы, Гавану, да, где раритетные автомобили. Это абсолютное, ну, такое будничное состояние города, будничное настроение. Это единственное, что красиво, конечно, но жуть как неудобно. Спасибо тебе большое. На прямой связи с Лайфом был наш корреспондент Александр Лансков. Ну и продолжая тему автомобильную, современные наши реалии уже теперь. Эвакуация в кредиты со скидкой. В Москве меняются условия возвращения вывезенных автомобилей. Теперь забрать свое авто со штрафстоянки можно без оплаты. На это дается 60 дней. А если внести оплату сразу, то владелец даже получает 25-процентную скидку. То есть за среднюю иномарку вместо 5 тысяч придется заплатить меньше 4. Но это не избавляет от необходимости получать копию протокола об административном нарушении. Добавлю, такая система пока будет действовать только в Москве. В остальных регионах новый порядок вступит в силу с 1 сентября.